Музыка Каждый работающий человек знает, что от его оклада работодатель удерживает 13% на уплату подоходного налога. Однако есть и ряд случаев, когда налогоплательщик может вернуть часть налога, если, конечно, имеются все основания для налогового вычета. Какими могут быть эти основания, выясним сегодня в программе у нашего эксперта по финансовым вопросам. Не всем известно, что часть потраченных вами денег можно вернуть с помощью налоговых вычетов. Происходит это следующим образом. Вы платите налоги с вашего дохода, а при получении налогового вычета вы возвращаете себе часть денежных средств от этой суммы. Вы можете вернуть себе деньги только те, которые вам учисляются при ставке 13%. Это может быть строительство собственного жилья, просто покупка недвижимости, это может быть ипотечный кредит, это может быть при лечении, протезировании. Причем вот эта статья при лечении, протезировании, она совершенно не обязательно будет касаться, допустим, самого человека. Это может быть и ваших родственников касаться. При добровольном страховании медицинском, при добровольном пенсионном страховании, при благотворительности. Вот основные аспекты. Для того, чтобы вернуть себе часть подоходного налога, нужно подготовить все необходимые документы. Нужно подготовить все ваши документы, подтверждающие ваши расходы. А также должны быть договора, акты приема-передачи и обязательно ваш ИНН, ксерокопия паспорта. Эти все документы у вас потребуют налоговые. Ну и, само собой, заполнение декларации 3 НДФЛ, а также вам понадобится заявление, что вы имеете право на вычет и какой вы вычет хотите, имущественный или социальный. Приобретя квартиру в собственность, также можно вернуть часть потраченной на нее суммы. При покупке квартиры вы должны учитывать, что вы имеете право, когда вы приобретаете целиком квартиру, когда вы покупаете квартиру в строящемся доме, когда вы покупаете квартиру и покупаете к ней сами отделочные материалы, и когда вы оплачиваете работы, связанные именно с отделкой вашей вновь купленной черновой отделки квартиры. Документы вам потребуются следующие при покупке квартиры для возврата налога. Первое, само собой, это свидетельство о собственности или, возможно, это будет какой-то иной документ, который подтверждает, что действительно именно вы являетесь собственником квартиры. Дальше, обязательно акт приема передачи квартиры. То ли вы у кого-то покупаете, у частного лица или у юридического лица, неважно, акт приема передачи должен быть. У вас также должна быть расписка в то, что человек, которому вы оплатили деньги, или какой-то иной платежный документ о том, что получены от вас деньги, что вы понесли настоящие расходы на это. Обязательно ваш ИНН, ксерокопия. Если вы еще не получили свой номер, то нужно обратиться в налоговую. Это не так трудно, это быстро все делается. В течение 15 минут у нас все оформляется, можно по интернету. Это обязательно. Ксерокопия паспорта, что само собой. И договор на купли-продажу. Покупка квартиры – это не единственный повод вернуть часть денег себе в кошелек. Если вы проходили лечение в санатории или профилактории по направлению врача, у вас также есть все основания для налоговых вычетов. Возврат налога за санаторий у вас идет 13% от затраченной суммы. Вернуть их обязательно нужно, потому что раз государство предоставляет нам такую возможность, нужно этим воспользоваться. Для этого, опять же, вам нужна ксерокопия паспорта и ННЭ, то есть это, как всегда, при подоставлении документов налоговых. А также вам понадобится направление, которое вам давал доктор именно в этот санаторий. И понадобятся документы от санатория, что они имеют право на лечение, которое производили по вашему диагнозу. И обязательно все документы, подтверждающие ваши фактические расходы. Кроме того, можно вернуть себе часть налога, если вы находились на лечении и тратили денежные средства на лекарства. Налоговый кодекс позволяет вернуть себе часть расходов и за какую-либо хирургическую операцию. Еще один случай, когда возможен налоговый вычет, это обучение. Как видите, оснований для налоговых вычетов достаточно. И пока государство предоставляет возможность вернуть себе часть доходного налога, ей нужно обязательно воспользоваться. Даже несмотря на то, что это трудоемкий процесс. Поэтому постарайтесь не упустить такую возможность. Удачи вам! Пока!